Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем готовить яблочный пирог. Для начала мы будем готовить тесто. Для теста нам понадобится 200 г сливочного масла или маргарина, 200 г сметаны, 350 г муки, разрыхлитель 10 г и сахар 3 столовые ложки. Также мы делать будем в такой чашечке из-под хлебопечки. В прошлый раз мы уже с вами делали пирог такой. Делали мы малиновый, по-моему, насколько я помню. И в другой раз мы делали с черной смородиной. Он есть там в плейлисте «Кулинария». Можете посмотреть. Там я мешала вручную. И я очень плохо промешала. Миксер мой не справился, поскольку ему 30 лет уже. В этот раз я решила сделать уже в хлебопечке. Она сама мешает. У нее есть такая вот штучка, вертель. И сейчас мы будем все туда забрасывать. Чуть-чуть подвинем. Так, первое забрасываем наше маслице. У меня оно уже размякло. И осталась у нас с вами мука. И осталась у нас с вами мука. Муку мы должны обязательно просеять. У меня есть вот такой вот стакан. Он специально для муки. И мы это по ложечкам вот так вот все туда складываем. И просеиваем. Тут мы разравниваем. Поставили мы чашу в мою хлебопечку. И выбираем программу замес. Так, это у нас замес. 15-я программа. 15, 13, 14, 15. Опа. 15 минут всего. Старт. И вот, 15 минут прошло. Наше тесто перемешалось. Теперь мы его сложим в мешочек. Такой вот обыкновенный мешочек. И отправим в холодильник на полчаса. Чтобы оно у нас отдохнуло. Это такая силиконовая формочка. Ой, господи. Лопаточка понадобится. Довольно, смотрите. Она немножко липнет к силикону. Но, в принципе, она нормальная. Ну и, как я и говорила, да. Отправляем его на полчаса. А тем временем займемся яблоками. У меня вот такие три яблока. Вот здесь вот даже побольше. А яблоки у меня жигулевские. Наши с дачи. Также у меня есть, кстати, ролик. Обзор моей дачи. Можете посмотреть. Режем мы его вот так вот. Вот этот вот квадратик у нас остается. Вот. А серединка, вот он, да, квадратик. Вместе с семечками мы его выбрасываем. А резать мы будем дольками. Нам дольки нужны. Так, ну вот, наше тесто с вами отдохнуло. 30 минут. Она такая холодненькая. И сейчас мы его с вами будем раскатывать. Так. Насыпем немножечко муки сюда. Как это обычно у нас бывает. Так же еще наша форма такая вот стеклянная для чизкейка. Здесь где-то сантиметра 3,5-4 у нее высота. Сейчас еще сначала ее смажем подсолнечным маслом. У меня вот такая вот штучка. Я ее делала сама. На нее есть отдельный ролик. Уже испачкала ее муке. Там у меня подсолнечное масло. Здесь небольшой декор. И раскатываем. Не прилипает. Нормально. Так, раскатываем мы его не совсем тонко. Где-то миллиметров 7-8. Но не сантиметр и не 5 миллиметров. Потому что здесь получается. То есть это не дрожжевое тесто. Насколько вы его раскатаете. Если вы раскатаете его совсем тонко, оно такое останется. Если вы сделаете 5 миллиметров, оно останется 5 миллиметров. То есть оно не подойдет. Оно не разбухнет у вас. То есть надо, чтобы оно было не тонкое, а такое немножечко толстенькое. Ну да, сантиметров 7-8. Где-то вот так вот. Поэтому где-то вот мы его просто сейчас вот раскатаем, чтобы оно у нас было кругленькое. Круглой формы. Вот. Смотрите, как получается. Если у вас с этой стороны толще, а здесь тоньше, вы можете аккуратно, то есть вот этот вот толстый слой, переместить сюда. То есть оно, вы видите, то, что оно, это тесто, оно очень мягкое. Вот оно оставляет, вполне, да, оставляет ямки. Оно очень нежное. Оно не сужается обратно, как это бывает с дрожжевым. Его, ну, каждая хозяечка, хозяюшка, вернее, в принципе, знает. Его раскатываешь, а оно обратно сужается. Его раскатываешь, а оно обратно. Это очень кропотливо, это очень долго. Вот, можно еще так руками его поприжать. Так, посмотрим. Да, в принципе, оно уже, наверное, то есть в формы. У кого, кстати, длинные ногти, допустим, можно вот так вот этой части рукой вот так вот прижимать. То есть не вот так, как обычно мы делаем, а вот так, чтобы тесто наше не порвалось. И у меня есть вот такая вот лопаточка. Это ножик мой. Это чтобы вот не разрезать силиконовый коврик. Мы этой лопаточкой сейчас будем отрезать. Раскладываем, то есть, острой вот этой вот частью вниз. Так, яблок нам, конечно же, не хватило. Видимо, в том рецепте формы была, наверное, поменьше. Не знаю, почему. Вот, я начистила еще три яблока в рецепте, я все это укажу. Вот, и теперь мы раскладываем с вами второй ряд. Раскладываем его уже вот так вот. Здесь в серединочку я буду выкладывать вот такие вот половиночки, потому что она немножко ниже получается основного ряда, чтобы немножечко его приподнять. Ну, и потом, наверное, будет, я думаю, гораздо вкуснее. Если будет на кончике, столько яблок. Вот, чуть-чуть мы его подняли. Ну, и все, смотрите, готово. Такая у нас с вами получилась красота. Очень красиво смотрится этот красненький цвет внутри. Кстати, сразу хочу сказать, если у вас у яблок какая-то кожура толстокорая или не пропекается, обязательно ее срежьте. Потому что она вам будет немножечко мешать, когда вы будете кушать, чтобы не выплевывать лишний раз вот это вот все. У меня здесь кожура нормальная, мне нравится, поэтому я ее оставила. Ну, и просто посмотрите, это так восхитительно смотрится. Это очень красиво смотрится. Вот здесь, вот, блин, это шедевр. Вот. Так, отправляем, значит, в духовку. Дальше смотрите сами, на сколько, на какое время вы отправляете. Где-то минут, наверное, на 30. Потому что, в принципе, тут вот должны, что у нас там, яблоки немножко, да, запечься. Ну, в принципе, да, и тесто. Там температура, ну, наверное, 150-200, я думаю. Каждый уже, смотрите, сам по себе. Вы пекли пироги наверняка. Знаете свою духовку. Вот, если у вас это газовое, то, наверное, подольше. Так, ну вот, наш пирог с вами готов. Внизу от яблок даже появилась жидкость, которая, в принципе, вот, она есть. И теперь мы будем его с вами посыпать сахарной пудрой. Для этого нам понадобится ситечка и сахарная пудра. Ну, и, конечно, ложечка. Вот так вот. Посмотрите, как у нас стало красиво. Какая она стала беленькой. Как будто сверху упал какой-то снег на нее. Очень смотрится красиво. Сейчас мы немножечко подождем, чтобы она остыла. И будем вместе с вами ее пробовать. Потому что я вот только-только ее достала. Так, ну, наконец-то наш пирог остыл. Немножечко, конечно, еще горячий, но уже можно пробовать. Берем ножик. И будем резать. Даже не хочется такую красоту резать, если честно. И сейчас мы с вами рассмотрим. Давайте, в принципе, я вот так, наверное, сделаю. Вот оно тесто. На вид оно пропеклось. Здесь вот просто вот яблочко, по всей видимости. Кажется, как будто не пропеклось. Нет, вот оно пропеклось. Чтобы, кстати, пропеклось оно, чтобы не было много сока, я знаю, что можно добавлять кукурузный крахмал. Вот, в принципе, кто, если что, ну, все-таки пожарный. Даже яблочко упало. Это очень восхитительно, очень красиво. Подать в такой тарелочке можно. Я думаю, это очень-очень вкусно, бесподобно просто. Здесь вот тоже немножечко поджарилось. Очень вкусно. Очень вкусно выглядит. Но, как бы, единственное, мне не очень понравилось. Хотя, я думаю, по-другому никак. Когда резала яблоки, вот они плохо держались. Но это так должно быть, я думаю. И давайте попробуем. Отрежу я вот так кусочек. Он, кстати, режется очень хорошо. Режется. Такой вот кусочек. Это очень вкусно. Тесто получилось просто нежнейшее. Оно нежное. Немножечко похоже на песочное. Где-то вот тут сбоку. Вот прям вот песочное. А вот снизу нежное. Прям нежнейшее. Вот нежные яблоки. Это все вместе жуется. Сладко, вкусно. Не знаю, это просто бесподобие. Ради того стоит просто сделать, потратить время и сделать такой пирог. И красиво, и вкусно. И, наверное, я думаю, это его нужно есть горячим. Либо вот только что сделано. Не знаю, каким он будет завтра. Но если его разогреть, то, наверное, будет очень вкусно. Не думаю, что изменится вкус. Готовьте вместе со мной. Мне будет очень приятно. Вы тоже приготовите. Покидайте мне свои фотографии. Их можно бросить ко мне вконтакте. Группа есть на почту. Может быть в инстаграме. Кому так удобнее, если там нет контакта. Также смотрите мои другие ролики. Как мы готовили с вами пирог со смородиной. Как я уже говорила в начале ролика. Наши влоги. Как мы с сыночком живем, отдыхаем. Он на данный момент сидит вот здесь, кушает тихонечко. Слушает мою речь. Наши путешествия. Там много-много всего интересного. Обзоры техники. Обзоры продуктов у меня. Очень интересные. Всяких вкусняшек. Шоколадок. И в принципе на сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Мне очень будет приятно. И всем пока-пока.